Вы знаете, что целый ряд законопроектов, которые регулируют небанковский финансовый сектор, в первом чтении принят и готовятся к принятию во втором чтении. И этими законами носятся довольно-таки серьезные, я бы сказала, тектонические изменения в сам сектор, потому что до нынешнего времени, ну, во-первых, само законодательство устарело, и это все подтверждали участники рынка, регуляторы и потребители. И мало того, что оно уже не соответствует требованиям сегодняшнего времени, оно, кроме всего прочего, не соответствует вообще никаким международным уже практикам. И, естественно, нам надо каким-то образом туда подтягиваться. Мы сегодня будем говорить о корпоративном управлении, об управлении рисками, соответственно, затрагивать какие-то точечные вещи, связанные, тоже важные, связанные с изменением в расчете нормативов для страхового рынка, для кредитных союзов мы не будем, а поговорим о вещах, которые, как бы, общие для всех, и для страховых компаний, жизнь-нежизнь, и для небанковских финансовых учреждений, и для кредитных союзов, потому что, казалось бы, напрямую они не связаны с необходимостью формировать капитал, держать резервы и так далее и тому подобное, и вроде бы такие общие вещи абстрактные, которые, казалось бы, что не стоят денег, на самом деле стоят, и вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, значит, у нас в действующем законодательстве совершенно, ну, я позволю себе сказать, не затрагивались вопросы, которые регулирует небанковский финансовый сектор, до сегодняшнего момента, до момента принятия нового, не затрагивались вопросы корпоративного управления и построения системы управления рисками. И вот эти вот новые наши законы, они, эти пробелы должны закрыть. То есть мы говорим, по сути, о том, что страховые компании и кредитные союзы, в особенности значимые страховые компании и кредитные союзы, должны будут, во-первых, сформировать практически полноценную систему корпоративного управления, включая наличие наблюдательного совета, комитета наблюдательного совета. Далее, безусловно, и это первое, ну, первое необходимое звено для построения системы управления рисками, потому что дальше мы говорим о том, что все участники небанковского финансового рынка должны будут для себя выстроить три линии защиты, как это предполагается лучшими международными практиками, как это делают сегодня в банках, да, выработать все необходимые политики, процедуры, соответственно, назначить людей. Да, безусловно, требования эти, которые оговариваются сегодня в законодательстве и детализируются в нормативно-правовых актах Национального банка, они предусматривают очень важную штуку, так называемый пропорциональный подход, то есть значимые большие компании, к ним требования будут более жесткими, к небольшим незначимым не такими жесткими, а если говорить о ломбардах и небанковских финансовых компаниях, то там фокус будет больше на рыночное поведение и защиту прав потребителей, но, как бы там ни было, все это предполагает пересмотр работы компании, пересмотр внутренних процедур от постановки целей, оценки рисков, определения риск-аппетитов, пересмотра политики и так далее и тому подобное. И вот отсюда, собственно, и родилась идея поговорить, и вопросы мы видим на экране. Так вот, нужно ли небанковскому финансовому сектору с точки зрения стандартов, стандартов корпоративного управления, стандартов рыночного поведения, стандартов управления рисками, догонять банковский сектор? Вот давайте мы сейчас и спросим прям вот по очереди, все совпадения случайны. От меня, Наташа, давайте вы начнете, ваша позиция и дальше начинаем дискутировать. Добрый день, уважаемые слушатели. Я надеюсь, мы сделаем вам интересную дискуссию. Что хочу я сказать. Безусловно, цивилизация нужна на любом рынке. Не секрет, что еще до недавнего времени и рынок небанковских финансовых компаний, страховых компаний претерпевал небольшой хаос, в каких-то моментах даже большой. Однако, мы должны понимать, что любые ограничения, любая регуляция должна исходить из целесообразности. Соответственно, чем больше, если мы говорим о банке, и он работает на привлеченных средствах, соответственно, это один вид регуляции. Если это финансовые компании, которые работают на собственном капитале, это уже другой вид регуляции. Страховые компании также бывают разные. Есть системообразующие, грубо говоря, если такой термин можно применить. И более мелкие, которые нишевые. Соответственно, к ним, к каждому должны быть применены разные нормы регулирования. У вас же финансовая компания, правильно я понимаю? Две финансовые компании и страховая. О, две финансовые компании и страховая. Вот давайте предметно. То есть есть законы, готовые ко второму чтению. Есть уже публичная версия, опубликованная, я пытаюсь с украинского на русский, оприлюднение, вот это сейчас быстро тяжело. Значит, наши подходы и концепции к регулированию и корпоративного управления, системы управления рисками и вопросов, связанных с рыночным поведением. Вот как вы видите, вот предметно у вас и страховая компания, и компания, которая занимается потребительским кредитованием, ну и уже вступил в силу закон по коллекторской деятельности. То есть вот это вот все вместе должно сделать этот рынок цивилизованным, а теперь как это практически сказывается на деятельности ваших компаний? Если брать страховую компанию, мы ее недавно приобрели, докапитализировали по нынешним требованиям и в принципе готовы выполнять все остальные требования. Что касается финансовых компаний, да, мы уже работаем в новых условиях, согласно новых законов, в том числе о коллекторской деятельности. С одной стороны, это уже цивилизованный шаг в сторону цивилизованной Европы с точки зрения защиты прав потребителей. Хотелось бы симметричные ответы в защиту прав кредиторов, и я думаю, что нас в данном вопросе поддержат не только финансовые компании, но и банки. Хорошо. Давайте ваша точка зрения. Да, давайте я чуть-чуть перейду все-таки к страховой компании, тогда страховая компания Уника, страховая группа Уника. И я начну, пожалуй, чуть-чуть от общего и потом перейду к частному. То есть нужно ли нам догонять банки? Да, конечно, нужно. Почему бы и нет? Прекрасная цель. То есть если мы говорим о страховом секторе, если мне не измеряет память, если я сравню активы страхования с активами банковскими, то приблизительно мы сейчас оставляем на моменте до 4%. Это мало. То есть для страхового сектора, в принципе, это очень мало, тем более для длинного, которым является лайф. То есть да, страхование недоразвито. Да, у нас на моменте 180 или 181 компания, ну вот врать не буду по состоянию, по статистике на сегодня, в банках 70, чуть более 70 банков. То есть на этот объем активов еще мы имеем достаточно большое количество компаний, которые все сами по себе очень разнообразны, работают в разных секторах, и да, рынок был, ну я бы сказала, недорегулированным. То есть поэтому вот это вот частично и является следствием того рынка, либо того, в общем-то, такого достаточно дикого рынка, я бы сказала, который у нас был, да, вот это все и следствие. То есть рынок нужно развивать, и, соответственно, с регулированием тоже что-то нужно делать. В какой степени нужно это делать? Теперь к закону, более предметно. То есть нам, наверное, проще всего, поскольку мы находимся, будучи частью западной группы, мы находимся под платежеспособностью 2, под Орсой, под, в принципе, то есть для нас все понятия, которые сейчас выписаны в законе ко второму чтению, не являются вот терроинкогнитой, не являются чем-то сложным. С другой стороны, могу сказать следующее, что очень во многом нам помогает та же группа для того, чтобы понять, что и как применять, и что и как там считать. Это тяжело. То есть это тяжело нам, это будет действительно тяжело рынку. Когда компания значима, да, вопрос дискуссионный, нужно ли там минимум 3 независимых директора? То есть и где их взять? И как, собственно говоря, заставить тот же наблюдательный совет вырасти хотя бы до того уровня самосознания, когда он поймет, чем он, собственно говоря, должен заниматься согласно корпоративному управлению. Я хочу сказать, мы реформу корпоративного управления в банках начали давно, но у нас еще не все там выросли, так что это процесс эволюционный и длинный. Но вот мы еще просто-просто вступая, да, то есть будучи со страхового сектора, да, вот мы находимся на стадии там ground zero. Поэтому будет ли это, нужно ли это делать в такой степени вот сразу тяжело, я считаю, что здесь нужен все-таки более дифференцированный подход для того, чтобы позволить рынку, а с одной стороны, да, нужно усиливать регулирование, но с другой стороны, б, нужно позволить рынку еще хоть как-то расти и в этом участвовать также, да, и третье, это обучение, это понимание, это вот доведение до того уровня хотя бы развития, когда мы поймем, что это и о чем это и зачем это нужно. Спасибо, вам слово. Я полностью поддерживаю Елену, согласен с ней на 100%. Да, действительно, страховые компании, во-первых, намного меньше, чем банки. У нас нет специалистов в области страхования. Те люди, которые… рынок очень маленький, те люди, которые есть на рынке и не работают в страховой компании, в большей степени они, честно сказать, профаны. Они довели другие компании до банкротств. Здесь тоже присутствовал человек, глава наблюдательного совета страховой компании. Она уже банкрот, он уже здесь не сидит. Вот. Кого брать? Этих независимых директоров их нет. Взять лишь бы взять, как некоторые банки взяли к себе независимых директоров, а на самом деле это просто представители акционеров. Для профанации, ну, конечно же, мы сделаем это. Вопросов никаких нет. Требования все, я считаю, полностью поддерживает Национальный банк в реформах. Почему? Потому что мы ждем этих реформ. Мы хотим, чтобы они прошли быстрее. Почему? Потому что страховые компании, многие присутствующие на рынке, у них нет денег. У них фактически нет капитала. Они пытаются работать, тем самым потом уходя с рынка и заставляя нас оплачивать по их обязательствам. Так как у нас, например, солидарная ответственность в моторном бюро. Мы хотим этих изменений, но, на мой взгляд, это вот немножко доведение ситуации до абсурда. Я считаю, что появление независимых директоров страховой компании в нашей стране, ну, это невозможно. Просто это не будет иметь никакой роли в управлении, в риск, подходе, деятельности страховой компании. Эффекта никакого. Людей нет. Реально людей просто нет. Поэтому, на мой взгляд, эта норма не будет фактически работать. Ну, вот я с вами не соглашусь, на самом деле. Потому что, во-первых, я считаю, что когда возникает спрос, рождается предложение. И людей нет. Дорогу оселит идущая. Вот видите, я говорю какими-то клише совершенно нелепыми, но оно так на самом деле и есть. Потому что даже если говорить о банковском секторе, кто хотел, тот нашел. А кто хотел сделать виндоу-дрессинг, ну, тот сделал этот виндоу-дрессинг. Поэтому это вопрос, вопрос же корпоративного управления, это идеология. Ее нужно, чтобы разделял собственник и менеджмент. Тогда это будет работать. А независимый совет – это всего лишь один элемент большой системы. И сам по себе он ничего не решает. Потому что мы говорим, о чем говорят наши законы? Они говорят о том, что нужно правильно распределить ответственность между собственником, Набсоветом, менеджментом, ну и так далее и тому подобное. Правильно разделить не только ответственность, но и зоны принятия решений. И Набсовет никогда не должен заниматься операционной деятельностью. Для того, чтобы быть в Набсовете страховой компании, это не значит, что ты должен иметь 100-летний опыт работы в страховании. Ну, окей, это такая, ну, мне нравится, что уже вы начинаете не соглашаться. Катерина, можно маленькую ремарку? Вот вы знаете, что большинство владельцев страховых компаний, вот этих вот 180 страховых компаний, они понятия не имеют. И мало того, генеральные директора, топ-менеджеры страховых компаний, они понятия не имеют, как считается заработанная премия. Смотрите, я знаю, поверьте мне, и знаю это как бы из своего практического опыта работы в Национальном банке, но, безусловно, ведь процессы идут параллельно. Да, сегодня идет процесс, вы знаете, что Национальный банк уже обязал страховые компании раскрывать структуры собственности. И вы видите, часто можете видеть на официальном сайте Национального банка, такие-то, такие-то компании добровольно сдали лицензию. Да, почему сдали лицензию? Потому что поняли, что раскрывать им нечего, и в какой-то степени да и не нужно. И вот сегодня вот этот бизнес без бизнеса, я всегда шутила, у нас был банковский бэби-бум когда-то, когда банки нас создавались, а потом они массово выводились, потому что бизнес, ну, не определили свою бизнес-модель. Это же происходит сегодня со страховым рынком, то есть рынок сейчас отбалансируется. Те компании, которые, ведь многие из них, по сути, вообще и не работают практически, то есть они просто есть на рынке и, видимо, знают о их существовании только они сами и Национальный банк. Вот, поэтому, то есть эти процессы параллельно, рынок будет очищаться или раскрываться и определяться со своей бизнес-моделью, и постепенно будут внедряться требования к корпуправления, управления системой рисками. Окей, давайте мы поговорим, что мне хочется, чтобы мы, как это, не соглашались друг с другом. Нас должно быть интересно же, а не просто вот мы согласны, надо делать. Давайте поговорим о конкуренции. Вот как вы считаете, и опять-таки широко, вот эти требования, допустим, потому что с одной точки зрения, мы очень часто говорили о том, что на рынке присутствует регуляторный арбитраж, потому что банкиры, банки, они, а, обязаны соблюдать очень жесткие требования и контроли и с точки зрения нормативов, и с точки зрения corporate governance, и с точки зрения системы управления рисками. И понятно, что это ложится и на себестоимость, но это же сказывается опять-таки и на том, окей, и на политике market conduct, и на работе с клиентами, да, то есть есть многие вещи, в которых банки очень сильно ограничены, и это исторически сложилось, и они продолжают это исполнять. В то же время есть небанковский финансовый рынок. Вот, например, сегодня банки наши, если хотят привлекать посредников для работы с клиентами, например, для открытия счетов, для выдачи кредитов, они обязаны что? Внести их в реестр национального банка. Мало того, они несут ответственность за то, что они все соответствуют требованиям, в том числе репутационным, то есть просто так это уже не работает. В то же время, когда на рынке страховом, такого нет. И закон предусматривает постепенное приведение вот этой вот системы продаж или каналов продаж в какую-то прозрачную структуру, но это такое немножко отложенное требование по времени. Следующий момент, это вот, допустим, раскрытие информации о продукте, да. Банки сегодня уже обязаны это раскрывать, и они все имеют сайты, и так далее. Не все компании, не банковские, имеют полноценные сайты для того, чтобы это делать. Я вам скажу больше, не все страховые компании имеют достаточно хорошее IT для того, чтобы обеспечить раскрытие информации, там, и работу с клиентами и так далее, и тому подобное. Поэтому вопрос. Вот и банки часто жаловались, они говорят, вы от нас требуете, вы нас тут выкручиваете. А аналогичные продукты продают небанковские финансовые учреждения, при этом совершенно не выполняя никаких требований. То есть у них это происходит, а, без обмежения, кто кажут, б, дешевле, потому что это все дорого, вот все содержать и делать, да. Как вы думаете, вот внедрение этих требований, оно как-то изменит ситуацию на рынке с точки зрения конкуренции? Вот я сейчас говорю комплексно обо всем, безусловно, когда мы говорим о страховании, это нам ближе все-таки к страхованию жизни, потому что здесь конкуренция с банковскими длинными депозитами. Но давайте об этом поговорим. Кто самый смелый? Давайте я, наверное, начну. То есть я буду говорить исключительно о страховании, и вот, как ни странно, страховании не жизни. У нас, я признаю, у нас, с моей точки зрения, у нас действительно есть ситуация, у нас есть ситуация арбитражная, то есть, но она находится в средине нашей отрасли. Почему? Да, потому что, еще раз, все регуляции, да, с моей точки зрения, они хороши, если они исполняются, если есть контроль. На самом деле сейчас над страховым рынком есть и был тоже как бы контроль. Тем не менее, я боюсь не тех компаний, которые находятся в списке, которые не работают, а некоторых из тех, которые достаточно активно работают, потому что они как раз будут давать нам солидарные выплаты в моторном бюро, они будут нам давать репутацию рынка перед нашими клиентами, они будут давать нам очень много негатива. Поэтому, еще раз, если будут, какие бы требования, это наша позиция, да, то есть, какие бы требования не были, насколько бы жесткие они не были, они правильные, то, что касается раскрытия информации перед клиентом и действительно облагораживание или нормализация рынка агентских услуг в страховании, да, но они должны быть едины. То есть, не кому-то можно, кому-то нельзя, не кому-то, еще раз, кто-то делает, потому что является частью группы, да, либо есть комплайнс, либо еще что-то, да, а кто-то не делает и чувствует себя прекрасно. То есть, вопрос на самом деле не настолько даже в правилах, насколько в контроле за их исполнением. Это моя абсолютная позиция. Спасибо. Соглашусь полностью с коллегой. Мы неоднократно сталкиваемся с тем, когда не очень чистые на руку компании вредят, грубо говоря, своими действиями, нам в том числе, создавая негативный шлейф о рынке. Соответственно, если правила едины и все они должны выполняться, то нормальные компании смогут приспособиться и будут работать. Это будет плюс и нам, и клиентам. А вот расскажите, мне вот просто интересно. Вот я все время ожидала, на самом деле очень много было разговоров о том, что на рынке потребительского кредитования, на небанковском рынке потребительского кредитования очень высокие процентные ставки. Но действительно разные обзоры, они показывают о том, что эти ставки не просто реальные ставки, не просто там выше 100%. В некоторых случаях они уходят за 1000% годовых. Мы говорим о маленьких, коротких кредитах, но тем не менее, ну и дальше, понятно, клиенты, жалобы, коллектора и так далее и тому подобное. Потому что это все завуалировано, клиент этого не видит, сам он посчитать этот сложный процент не может. А потом, когда приходит время, вместо взятых 5 гривен отдавать 25, ну начинает не понимать, ну и так далее. И вот сейчас Национальный банк, ну понятно, после принятия законодательства утвердил уже финальное требование к раскрытию информации, причем не только к тому, как посчитать ставку, как должна быть раскрыта информация о кредите, и в том числе, вернее, в первую очередь, потому что банки уже это делают в какой-то части, это касается небанковских финансовых компаний, которые аккредитуют. Вот как вы думаете, потому что, почему я так далеко начала? Потому что говорили о том, а давайте мы ограничим на законодательном уровне процентную ставку по кредитам потребительским. Ну мой ответ, он всегда был такой, что рынок должен урегулировать себя сам. И как только небанковские финансовые компании начнут открывать эту информацию полностью, и клиент сумеет сравнить апельсин с апельсином, и увидеть, что там, где ему говорят 0%, без комиссии, без ничего, на самом деле это там 464% годовых, а в банке такой же потребительский кредит ты можешь взять за 36% годовых, вот тут вот и начнется саморегулирование рынка, потому что лучшее, или окей, потенциально банкабл, вот эта часть, она начнет уходить в банки, это самые низкорисковые клиенты, и соответственно вот эта конкуренция между банками и небанками, она будет двигать ставки к какому-то более низкому допустимому рыночному уровню. Вот скажите мне, что вы по этому поводу думаете? В принципе полностью согласна, за исключением формулы, согласно которой у нас там 36 тысяч годовых, но мы пишем эту ставку, и не то, что клиентов не стало меньше, они в принципе у нас, мы хорошо растем. Наш клиент прекрасно знает наш продукт, сколько он переплачивает, постоянные клиенты имеют большие скидки, соответственно там оно тоже регулируется. Более качественный клиент у нас, грубо говоря, платит гораздо меньше такого, которому мы еще не знаем, как он будет себя вести. С одной стороны, то есть клиент на самом деле не такой уж заведенный в заблуждение, кроме тех, которые заведомо хотят, чтобы их туда завели, и соответственно они прекрасно понимают, чем отличается банковский продукт от нашего, и могут в данном конкретном случае выбрать. Проблема в другом, что большинство банков, большинство наших клиентов не кредитуют. Соответственно, благодаря нам они могут получить… Да, это логично. Да, но доля или количество этих клиентов, оно с каждым годом становится все меньше и меньше. Согласна. Что вы думаете, что вы будете делать? Вот вы конкретно. Мы конкретно, могу сказать, что будем делать, мы смотрим в рынок потребительского кредитования более долгого, соответственно, в более длинные кредиты с более низкой процентной ставкой. То есть мы видим будущее в том, но при этом мы и продолжаем развивать наше текущее направление, поскольку оно также пока что востребовано. Прекрасно. Это вот то, что я хотела от вас услышать. Видите, как вы угадали то, что я думаю. А можно я вам задам вопрос? Вот в связи от того, что мы обсуждаем. Когда мы говорим о том, что требования к небанковскому финансовому сектору становятся все ближе к организации его работы, я сейчас об этом говорю, да, то есть качество управления, качество управления, идеология, раскрытие информации, оно становится все ближе к банковскому финансовому сектору. Вот вы видите какие-то, ну, сейчас, может, мы еще вернемся к тому, что это удорожает бизнес, но вместе с тем, что это приносит какие-то или требует какие-то дополнительных инвестиций, в том числе в персонал, в том числе в навсоветы, да, наверное же возникают какие-то преимущества. Например, может быть, можно думать о том, чтобы более тесно работать по-партнерски с банками, не только как компании, которые выступают страхователями залогов там и так далее, да, а иметь какие-то другие схемы партнерской или механизмы партнерской работы, что вы думаете? Ну, на данный момент у банков и страховых компаний реализованы практически, на мой взгляд, очень много совместных схем сотрудничества, то есть мы же не работаем исключительно только по страхованию предмета залога, то есть мы продаем и другие продукты, точнее банк продает наши продукты. Вот с этим, я считаю, никаких проблем нет по взаимодействию с банковским учреждением. Если говорить о требованиях, требованиях к капиталу, финансовых показателей, это не касается как бы организации, да, полностью поддерживая все изменения, которые происходят на рынке, те изменения, которые еще начинал наш предыдущий регулятор и который сейчас воплощает в жизни национальный банк. По поводу организации бизнес-процессов, НАП-советов, НАП-советы, они в любом случае присутствуют у вот тех компаний, которые вы определяете как значимые компании. Они сейчас есть. То есть в принципе вот в этом вот ничего не изменится. Относительно требований там к сайтам, к демонстрации всей информации, прозрачности полностью поддерживаю, но порой это доходит до абсурда, когда нужно там на сайте иметь, например, нужно будет всех агентов, а если у компаний их там несколько тысяч, компаний, которые занимаются ритейлом прежде всего и полностью раскрывать информацию обо всех этих агентах, ну такое. Вот поэтому да, мы поддерживаем, но есть вещи какие-то определенные, которые регулятор вот где-то порой имеет какую-то определенную цель. Вот мы должны достичь этого и все. Шаг влево, шаг вправо, то есть вроде бы мы слушаем рынок, мы говорим об этом, но честно сказать ни одно существенное изменение нацбанк не прислушался. Ну на самом деле пока я могу просто сказать, что вот все, допустим, законы еще не приняты и соответственно то, что сегодня, тот продукт, который сегодня регулятор выдал на обсуждение, по сути это концепция. Между концепцией, нормативно-правовым актом и его имплементацией еще есть огромное время для того, чтобы услышать друг друга и возможно какие-то вещи откорректировать. Тут я считаю, что разумно, если это там торговые сети и что-то такое. То есть вам не надо же перечислять все бранчи торговых сетей, то есть это же не об этом. Когда я говорила о агентах по страхованию, я имела в виду немножко других агентов, вот тех самых физических лиц, которые бегают по рынку и продают полисы от имени и по поручению. Я об этом сейчас говорила. Потому что это вот та непонятная и неструктурированная часть страхового рынка, которая в какой-то степени, ну, от которой очень сильно зависят сами страховщики, страховые компании, ну и которая может не совсем быть благонадежной всегда в глазах потенциального клиента или потребителя. Да, то есть поскольку мы, скажем так, уже наша группа живет уже частично, не настолько сильно, потому что закон действительно с моей точки зрения выписан из закона о банках. То есть вот требования, требования к значимым страховщикам. Мы еще не знаем, кто будет значимым страховщикам, но листим себе, что мы там возможно окажемся. И поэтому читаем соответственно все требования. Вот требования как для крупных банков. Является ли это дорогим удовольствием? Безусловно, да. То есть мы говорим абсолютно о специалистах, которых сейчас нет у большинства страховых компаний. Мы когда-то даже внутри пытались понять, во скольких страховых компаниях есть актуарий, что является абсолютно необходимым условием для страхования. Страхование – это чистая математика. То есть и когда в страховой компании роль актуария исполняет бухгалтер, то я, конечно, очень сильно извиняюсь, я не понимаю, что они там считают. Тем не менее. То есть мы говорим не только об актуариях, которых тоже не очень-то много. Мы говорим о риск-менеджерах, которых тоже не очень-то много. Мы говорим о внутренних аудиторах, о compliance-менеджерах. Мы говорим обо всей, она в совете, о всей инфраструктуре. Это достаточно дорого. То есть поэтому приведет ли это к удорожанию ведения бизнеса – да. Что делать? Нужно говорить, нужно вырабатывать какие-то концепции, как двигаться к этому, потому что да, как финальная точка, естественно, там есть разумное, доброе, вечное. То есть вопрос всегда как внедрять. Будет ли это дороже – да. Поэтому… Хороший вопрос был затронут. Тема актуария – вот эта тема, которая меня мучает, она начала меня мучать сразу, как только загрели о сплите, и мучает до сих пор, потому что у нас не урегулирована вообще на каком-то государственном уровне деятельность актуариев. И тут абсолютная правда, особенно в свете внедрения 17-го стандарта, когда надо будет все считать совершенно по-другому. И вот тут возникает этот самый главный большой вопрос. По правде говоря, у нас есть несколько таких больных тем для всего финансового рынка, которые требуют, возможно, пересмотра подходов к регулированию. Это актуарии, это оценщики, и это сейчас меня будут, наверное, клеймить и говорить, что я негодяйка, это аудиторы. Это три вещи, без которых нормальная работа финансового сектора, банковского, небанковского, doesn't matter, она вообще невозможна. И, к сожалению, опять-таки опыт работы говорит о том, что, безусловно, есть аудиторские компании, которые являются частью международных больших аудиторских компаний. С этим еще как-то можно жить. У нас был прецедент с одним большим банком, который был национализирован, и аудиторской компанией, которая подтверждала его аудиторские отчеты все эти годы. Но право у национального банка сегодня обвести реестр аудиторских компаний его нет. Да, есть рада аудиторской деятельности, но там все намного сложнее. Если с аудиторами еще немножко проще, потому что у нас банка есть право утверждать стандарты аудиторского отсчета и требования к нему для банков, и я надеюсь, что это будет и для небанковских финансовых учреждений, где можно будет каким-то образом обеспечить максимальную возможную прозрачность и качество этих отчетов, то вот то, что касается оценщиков и актуариев, это вообще нигде никогда не прописано. И это большой вопрос, потому что от актуариев очень многое зависит. То, что мы видим сегодня в резервах страховой компании, это же не простая на самом деле вещь. От того, как качественно работает актуарий, мы можем понимать, насколько устойчиво является страховая компания, от того, насколько качественными и принципиальными являются оценщики, мы можем понимать, насколько те активы, которые вот назывались там 12 миллиардов, еще сколько это миллиардов, насколько это вообще активы, а не просто записи в балансе. И вот я благодарна за то, что ты к нам присоединилась. Давай поговорим, ты хотела озвучить как раз вопрос какого-то технического, да? Пожалуйста. Как раз технического именно в том плане, что когда ты являешься руководителем компании и когда ты понимаешь, что ты должен решать вопросы актуариев 17 стандарта, аудита, покупки недвижимости, у нас действительно не хватает внутреннего ресурса профессионального качества для того, чтобы дополнительно, то есть развивать продуктовую линейку, иметь достаточно ресурса для работы с партнерами, потому что рынок растет и развивается. Естественно, мы как-то модернизируемся. Работать с законодательством, которое я сегодня говорила, у нас очень проблематично. То есть понятно, что опять-таки я буду больше говорить о компании по страхованию жизни, нас не так много. Тот, кто работает в длинном ресурсе немного. И понятно, что этот вопрос никогда не был на повестке дня, потому что всегда есть там какие-то торговые компании, какие-то там большие масштабные, банковский сектор. А страхование жизни, то есть это вопросы, они накопились за 20 лет и каким-то образом, но договора у нас длинные, мы знаем, эти проблемы надо решать. И когда ты решаешь эти проблемы, решать еще сложные проблемы по поводу действительно корпоративного управления, просто не хватает локального ресурса. Этого действительно. Я точно могу сказать, что вот после того, как мы провели реформу в банковском секторе и рынок был очищен, и мы начали внедрять и имплементировать международные стандарты в корпоративном управлении, в управлении рисками и так далее, вот что мы увидели на банковском секторе, на банковском рынке, мы увидели, что стоимость персонала, она подорожала. Потому что для того, чтобы выполнять те требования, которые сегодня декларируются и законодательно, и подкрепляются нормативными правовыми актами национального банка, поскольку ответственность растет, почему стало дороже? Потому что четко теперь сказали, кто за что отвечает. И человек, если он, ну, как минимум, обладает каким-то интеллектом, понимая эту ответственность, он хочет за нее соответствующее вознаграждение. И я думаю, что это ждет то же самое не банковский финансовый сектор, это 100%, потому что мало того, что вы должны найти таких специалистов, но то, что вы их найдете, я не сомневаюсь, они еще должны быть адекватно оплачены. Вопрос такой, на рынке ходят в кулуарах разговоры, что национальный банк понимает, какое количество финансовых компаний есть на рынке, и у него есть какая-то условная цифра, какое количество компаний должно с него уйти, и сколько там должно остаться. Ну, то есть, если это миф, то развейте его, если это правда, то подтвердите. Конечно, нету. Даже если бы это было так, я бы вам все равно не сказала правды. Но на самом деле это не так, потому что аналогичный миф ходил о банках, прямо начиная с 15-го и до фактически момента национализации привата. Нет таких цифр. Все требования, которые есть, они просты. Прозрачность, понятная структура собственности, ну и, соответственно, в зависимости от компании, сектора, сегмента, размера, уже требования там пруденциальные, либо же к раскрытию информации и так далее. Поэтому, конечно же, никаких таких требований нет. На самом деле, в моем просто понимании, вот рынок не банковский, финансовый рынок, он с учетом нового законодательства, которое, я надеюсь, будет принято, с учетом закона о платежных услугах, имеет колоссальный шанс максимально приблизиться к банковскому. При этом, несмотря на то, что мы повышаем требования в части управления рисками и построения этих систем, все же требования к банкам остаются более жесткими. Другими словами, банковский бизнес для собственника все же дороже, нежели не банковский. А вот возможности в оказании услуг, вот это новое законодательство, оно дает гораздо больше. Мало того, оно упрощает подходы к лицензированию, да, то есть тебе нет, мы убираем такое понятие, как исключительные виды деятельности практически, да, там за исключением, по-моему, лайфа. И получается, что будучи не банковской финансовой компанией, ты можешь делать практически все, ты можешь выдавать кредиты, ты можешь делать переводы, ты можешь платить, ну и так далее, и тому подобное, да. И ты можешь даже иметь эти транзитные счета, которые разрешают закон о платежных услугах. Мало того, тебе проще начать деятельность по переводам и так далее. Поэтому мне кажется, просто потенциал колоссальный. Вот мне интересно, не думали ли вы вообще о том, вот я же задала этот вопрос, но как-то вы видите какой-то новый виток в синергии. Потому что опять-таки законодательство для небанков позволяет во многих вопросах аутсорс. В банках этого гораздо меньше, в банках жестче, да, мы говорим, что здесь исключительно там должен быть персонал свой и так далее. Для небанковского финансового сектора аутсорс, то бишь покупка услуг для выполнения целого ряда требований, она разрешена. И здесь вопрос, может быть надо как-то объединяться, я не знаю, может быть надо, вот что вы думаете, что вы собираетесь делать с этим? Дело в том, что так получилось, наверное, да, что мы вот, скажем так, представители вот тех вот значимых компаний, да, больших, скажем так, и крупных. Я помню, когда-то на одном мероприятии был вопрос из зала, мы с Александром Бевзом были в панели и спрашивают, вот сколько компаний останется. А вот ответ с моей стороны был, что останется около там 50 страховых компаний, люди сразу шок такой в зале. Подождите, сразу могу сказать, из тех компаний, которые уйдут, вы их название не знаете все равно, вы их понятия не имеете, что они вообще когда-то до этого существовали. Поэтому когда требования были введены и уже национальный банк стал регулятором, никто не пришел на самом деле и не довнес деньги. Никто не пришел и не попытался реально объединиться. Этого не происходило и не происходит. Каждый поступает, как у нас в стране, в Украине постоянно, пока петух не клюнет в одно место жареное, ничего не изменится. Поэтому пока национальный банк реально не дошел до этих компаний с требованиями и не проверил, что же все-таки на самом деле есть в активах у этой страховой компании, ничего не изменится. Вот, к сожалению. А крупные компании, ну они не видят, честно говоря, какой-то, какого-то для себя бенефита при приобретении вот тех компаний, которые, скажем так назовем, так маленькие. То есть, ну честно сказать, нет никакого смысла вообще. Например, банковский сектор. На сегодняшний день там у нас есть, по-моему, две или три ассоциации. И в принципе банки практически являются участниками всех. То есть они пытаются быть и там, и там. Где-то это... То есть нам проще, как регулятору. Почему? Потому что они работают вместе над предложениями. То есть мы получаем от них консолидированный набор предложений по законодательству, по регулированию, каким-то еще вещам и так далее и тому подобное. Если говорить о не банковском финансовом секторе, то он, конечно, абсолютно не консолидирован. То есть те объединения, которые есть, они объединяют незначительное количество компаний. Это где-то и понятно. Ну, во-первых, потому что географический большой разброс, да. То есть банки, они больше сосредоточены все-таки в столице, все их хед-офисы. И даже те хед-офисы, которые формально не в Киеве, они все равно по факту в Киеве. Вот. И это проще как бы организовать. Не банковские компании, они географически разбросаны по стране. Понятно, что их сложнее консолидировать. Но, тем не менее, мы же не уникальная страна. Ну, мы самая лучшая страна, но мы не уникальные точно. В том плане, что во всем мире работают так называемые СРО, да, саморегулирующие организации на рынке, в том числе не банковском финансовом рынке, которые пытаются как раз консолидировать, собрать воедино вот все эти вопросы, которые вы говорите, но не просто собрать воедино, а предложить какие-то решения. Потому что мой вопрос про объединение был не с точки зрения объединения компаний в одну, а с точки зрения объединения усилий для того, чтобы решить вопросы технического става, изучения документов, выработки внутренних каких-то положений. Это большая работа. Смотрите, у нас единое объединение, единая ассоциация, так уж получилось, что все здесь присутствующие, мы члены одной ассоциации. Ну, практически все. Так вот, наши ассоциации, цели у нашей ассоциации и у компаний одной ассоциации, это Национальная ассоциация страховщиков Украины, они едины. У ассоциации другой, ну, извините, они другие, цели другие. Цель одна – выжить, попытаться как-то еще, извините, пропетлять. Поэтому действительно у нас есть единая ассоциация. Я говорю сейчас про тех компаний, которые действительно здесь представлены, и мы реально этим вопросами все занимаемся. И что самое интересное, мысли и мнения у нас одни и те же. Я чуть добавлю, да, к тому, что это на самом деле это объединение двух, да, то есть действительно у нас было кто в лес, кто под рова, и где-то половина рынка еще до сих пор не состоит ни в одной. В основном это компании действительно региональные, мелкие, но есть также и киевские. Тем не менее, консолидация осуществляется, да, она состоялась, ну, по крайней мере, то, что говорит Сергей, то, что с нашей стороны. Единственное, когда мы консолидировались и объединялись. Я знаю, что это звучит как-то, ну, вот странно, да, но основной целью объединения было также очищение рынка. То есть мы абсолютно поддерживаем регулятора. Это тот редкий случай, когда мы действительно поддерживаем регулятора в этом вопросе. Но вот прошел год, вот мы бы хотели быстрее. Я бы тоже хотела быстрее. У меня вопрос сейчас к Наталье, потому что, получается, у нас страх, ну, у вас тоже страховая компания, но я бы хотела поговорить о не банковском, о финансовых компаниях, которые кредитуют. Скажи, пожалуйста, наши требования там, они в основном, как я сказала, да, защита прав потребителей и маркет контакт, да. Есть компании, которые, ну, в общем-то, не ведут себя соответствующим образом. Вот не думали ли вы создать какое-то СРО, я буду так быстрее говорить просто, да, которое бы занималось, потому что, ну, на самом деле, вы сами можете объединиться. И те компании, которые портят репутацию рынку, вы сами можете их приструнить. Это мой первый вопрос, не думали ли вы об этом. И второй вопрос, как вы считаете, если такие СРО появятся, стоит ли регулятору какие-то свои полномочия отдать в руки этих СРО? И если да, то какие? Катерина, вы, наверное, знаете, у нас есть всеукраинская ассоциация финансовых компаний, где мы состоим. И так же, как и у коллег, у нас, в принципе, у основных игроков единое мнение по большинству вопросов. И да, мы думаем и ищем пути о том, как, скажем так, заняться в кавычках теми компаниями, которые не состоят в ассоциации и ведут себя тем образом, которым считают нужным. Соответственно, допустим, мы найдем возможность на них влиять. И тогда действительно нам нужна будет коллаборация с Национальным банком для того, чтобы мы могли какие-то функции не в ущерб всему финансовому рынку взять на себя для того, чтобы, скажем так, самоочиститься. Ну, я на самом деле считаю, что это вот как бы даже по, если оставить в сторону страховые, а вот по остальным финансовым компаниям это важно и очень сильно бы помогло, потому что их количество таково. Ну, мы работаем с клиентами, которые жалуются, это наша как бы реактивная такая функция, есть проактивная. Мы проверяем сайты, мы там смотрим, чтобы не было искривления информации в рекламе и так далее. Но представьте себе, около двух тысяч компаний, но мы же не можем, то есть набрать еще две тысячи сотрудников, которые будут каждый день за этим следить. Поэтому здесь очень важно как бы осознанное объединение самого рынка для того, чтобы эту функцию контроля выполнять и как минимум сигнализировать нам, чтобы мы уже могли применять те или иные санкции. Потому что в противном случае этот процесс растянется на долгое-долгое время, а опять-таки репутационно и с точки зрения опять-таки рыночных преимуществ будут страдать те компании, которые ведут себя хорошо и правильно. Так, коллеги, мы вот прям поговорили, смотрите, и корпоративное управление, управление рисками, и считать, и актуарии, и, наверное, да, затронули СРО. Ну, такой пласт на самом деле, да, и даже уже предсказали, что будет вопрос увеличения затрат страховых компаний, не банковских финансовых учреждений на оплату персонала, потому что в соответствии всем этим требованиям потребуют качественного персонала с понятной ответственностью. Ну, естественно, последний вопрос я сейчас вам задаю, потому что, опять-таки, если у зала не будет вопросов, значит, видимо, мы будем заворачивать дискуссию. Это модная диджитализация, цифровизация и так далее. Насколько вы все сегодня, ну, потому что коллеги на первой панели говорили о криптовалютах, я считаю, что это, ну, одно из проявлений действительно определенного прогресса в области IT, но это опция, будут они, не будут, хотим мы туда инвестировать, не хотим, а для вас это уже не опция, а это уже must-have, особенно, опять-таки, ковид, особенно то, как быстро банки ушли в дистанционные сервисы во времена ковида, даже те, кто не собирался уже там, опять мы говорим о новых волнах потенциальных, к сожалению, новых вариациях вируса, потенциальных локдаунах, то есть все это, да и клиенты становятся просто разбалованные, да, никто не хочет уже, все хочет делать в айфоне в удобное ему время. Насколько вы готовы сегодня операционно, извините, финансово, да, и не просто это развивать, но, видимо, интегрировать в какие-то маркетплейсы, потому что просто так это работать не будет. Вот как вы видите это все? Давайте с вас начнем, теперь вы первый. В период ковида мы фактически перевели все, весь свой офис онлайн за буквально там один-два дня. Мы, могу сказать, что действительно с диджитализацией у нас все в порядке. Мы создали отдельный продукт, спасибо Марине, продукт изи-пизи, сколько проехал, столько платишь, плати за километр проехавший. Это фактически новый, вот этот вот, как нео-банкинг, да, у нас тоже есть свое нео-страхование, это иншуртех. Вот, поэтому действительно компании, которые вкладывают в IT, недавно общался с одной крупной компанией, ну, назовем так, из 90-х, они говорят, а у нас, говорит, 50 там бухгалтеров. Я говорю, да, прекрасно. У нас, говорю, оборот в два раза больше и у нас их четыре. Вот, поэтому, слава богу, автоматизация позволяет реально экономить потом на человеческом ресурсе. Вот, почему? Потому что сегодня мы вложили в IT-платформы, завтра мы сэкономили на другом. Поэтому с крупными компаниями как раз вопросов нет. У них хватает денег и на IT, на новые предложения, на новые продукты, на диджитализацию. Вот, поэтому считаю, что с этим все нормально. Ну, я бы хотела дополнить, что на самом деле, если оценивать, допустим, внутренние клиентские сервисы и клиентские продажи, то внутренние мы всегда исходили из следующего. Страхование низкомаржинальный продукт. То есть никто не хочет, наверное, платить за то, что у меня будет огромный бэк-офис, и я вместо того, чтобы делать выплаты клиентам, я буду говорить, что нет, у меня там это стоит 25% где-то, потому что где-то все сидит и перелистывает бумажки. Так не работает. Мне необходимо, то есть действительно внутренняя эффективность очень важна для того, чтобы страхование приносило прибыль. Поэтому с этой точки зрения, то есть изначально у нас большинство тех инвестиций, которые были, мы не настолько инвестировали в какие-то там брик-энд-мортер, в недвижимость и так далее, мы инвестировали в то, что касается систем внутренних. И на самом деле это действительно очень помогло, в особенности во время ковида, когда у нас контакт-центр порядка 300 человек, он находится, сейчас дислоцирован, они по всей Украине, они работают в онлайне, и в принципе то, что от нас требуется, это пакет ноутбук, хорошие наушники и по-хорошему, и лицензия на одну из достаточно известных систем. Поэтому, то есть внутренняя эффективность очень важна. То, что касается клиентских сервисов, мы пошли в клиентские сервисы, то, что касается мобильных приложений, в особенности в страхование, в здоровье. Почему в здоровье? Потому что еще раз, для того, чтобы этим пользоваться, должна быть частота. Если в Каско частота там даже 50%, но это значит, что человек попадает там один-два раза в ДТП, то есть у нас все-таки мобильные аппликации не ставят на одно пользование или два пользования. В медицине частота высокая. То есть действительно медицинское страхование – высокая частота. Поэтому в качестве клиентских сервисов мы пошли туда, и мы там видим. То, что касается продаж или отдельных компаний. Ну, наверное, на рынке Украины не было опытов лимонейда, скажем так, который до сих пор убыточен. Вот. Но, то есть, да, это обычные продажи через сайты, в основном акцент на интеграцию с партнерами. Прямая интеграция с партнерами. То есть для продажи наших продуктов. Вы, наверное, слышали, думаю, что слышали. Ну, во-первых, коллеги на первой панели говорили об ипотеке, о том, что нужно ее развивать. Но вместе с тем, кто огромное количество препятствий, юридических в том числе, которые есть, с точки зрения потенциального взыскания там и так далее. Но есть еще один блок вопросов. Это первичный рынок. Это не прозрачность самого первичного рынка, в связи с чем банки не готовы вот этот недострой или права собственности на будущее что-то брать в залоги. И это останавливает развитие первичного рынка и так далее и тому подобное. И таким образом удорожает потом метры. Ну, хотя это спорный вопрос. Так вот, дискутировался вопрос, и, наверное, он еще дискутируется о том, чтобы предусмотреть. То есть, да, нужно реформировать рынок застройщиков, первичный рынок жилья, нужно принять целый ряд законов для того, чтобы это было прозрачно, чтобы не было манипуляций. Но можно еще придумать и параллельно для того, чтобы защитить себя от потенциальной возможности недостроя, да, условных там в кавычках элита центров, использовать страхование как один из, по сути, механизмов защиты и инвесторов, и банкиров, вот от таких историй. Что вы думаете по этому поводу? Готовы ли компании в Украине к такому виду страхования? Ответ однозначный нет. Нет. Собрать портфель этих рисков нереально для того, чтобы выплачивать потом по вот этим вот недостроям. То есть, это некий какой-то фонд, который должны формировать страховые компании за счет чего? За счет того, что каждый гражданин будет платить за вот эти риски тех людей, которые инвестируют в первичное строительство. А те, которые будут инвестировать, их будет недостаточно для того, чтобы, которые будут платить страховые платежи, для того, чтобы создать этот фонд. Поэтому это нереально. А перестраховать это где-то на западном рынке, это невозможно. То есть, никто в жизни никогда не возьмет эти риски перестрахования. Ну, риски украинского застройщика, очевидно, да, я согласна. То есть, надо искать какой-то другой механизм, потому что развитие ипотеки, оно действительно таким паровозиком всю экономику подхватывает, в том числе страховой рынок, потому что, ну, там же страхование идет уже из залога, и из жизни, здоровья, ну, здоровья, как минимум, заемщика. И это долгосрочные программы, которые, в принципе, ну, серьезно, как бы, поддерживают рынок. И еще один вопрос, мне просто тоже интересно. Сейчас, Наташ, я еще хочу страховым компаниям задать. Значит, я помню, ну, рынок там 2008 года, да, туда дальше когда-то, и рынок сегодня, это два разных рынка. И я помню, всегда говорили о том, что, ну, как минимум, страховые компании, потому что процветало страхование залогов, страхование здоровья заемщика, особенно в бум кредитования ипотечного, остальные виды страхования развивались так себе, все говорили, слушайте, ну, как же можно их развивать, когда ставки по банковским депозитам 25, а у нас нет такой возможности, у нас очень четко, ну, как бы, потенциально мы можем распределить свои активы, мы не можем предложить клиенту такую доходность, и, как бы, клиент, естественно, ну, если он выбирает между доходностью 25 в год и доходностью какой-нибудь, не знаю, там какой-то, он выбирает то, что больше. Сейчас ситуация кардинально поменялась, несмотря на то, что инфляция растет, и Носбанк повышает ставку, канал процентной трансмиссии работает не очень, банки в переликвидности, ставки они не повышают, ставки по депозитам и по текущим остаткам практически сравнялись, а валютные практически уже скоро приобретут отрицательное значение, а в некоторых уже есть доплата за обслуживание текущих счетов. С одной стороны, это кажется, да, ну, как для страха, то есть вот оно золотое время страхования жизни, потому что можно уже теперь не смотреть и не ожидать диких ставок. Я сейчас, там, я понимаю, что мы находимся сейчас в периоде более высокой инфляции, но мы понимаем, что это все равно, мы это поборем, да, то есть мы ушли от высоких ставок, потому что мы убили банки-пылесосы по сути своей, и сегодня это все как-то между собой мячится. Вот оно золотое время для вас, да, правда же, можно конкурировать с банками с точки зрения привлечения клиента долгосрочного, но как бы параллельно со ставками на пассивы точно так же снизились ставки на активы, а при этом, извините, ну, условно, стоимость страхования для страховщика или убыточность, она же не поменялась. Ну, то есть, условно говоря, если человек, сейчас я, допустим, не про жизнь, а про рисковое, что человек ударил машину в 2008 году, что он ее ударил в 2020, это стоит даже дороже, а заработать вы можете меньше. Ну, как минимум, вы же размещались там и в бумаге, и в депозиты банковские, да, и раньше это было там 19, а сегодня это, наверное, 11, а цена страхового случая реализации, да, она же выросла. Вот как с этим, как теперь? Все? Да, нет, в принципе, ну, то есть, страховой бизнес должен быть прибыльным сам по себе. То есть, есть страховой бизнес, есть инвестиционный бизнес, да, это как бы, ну, то есть, нужно, ну, мы их разделяем. То есть, страховой бизнес сам по себе, вот, математически, он, почему я говорила о низкой маржинальности? Потому что он должен быть, да, маржинальность низкая, да, то есть, он работает на объемах, на достаточно больших объемах, но маржинальность страхового бизнеса низкая, потому что она не включает вот как раз колебания, потому что колебания могут быть разными, могут быть греческие бонды, и потом все это уходит в минус, да, например, да, то есть, может быть, все, что угодно. Поэтому мы разделяем эти два понятия, да, то есть, то, что касается, действительно, то, что касается инфляции, по страхованию она бьет больно, потому что мы здесь говорим о стоимости убытка. Стоимость убытка растет, соответственно, в нашей премии или оборот не растет, потому что нет, гривна стабильно, поэтому, да, действительно, вот это влияет очень негативно именно на страховой доход. Вы за ценовую стабильность. Я думаю, что все за ценовую стабильность. Прекрасно. Самый скольственный вопрос. Внутренний аудит. В 2000 компаниях, я сомневаюсь, что у них есть 2000 внутренних компаний. Суть в том, что есть постановление национальных услуг, еще в прошлое, оно было утверждать, что должен быть внутренний аудит, который у людей техникует. Вот есть финансовый мониторинг должен быть. Есть ответственный человек, а вот аудит и аудит нет. И корпоративное управление. Если мы идем дальше, да, то финкомпании, как и очень много денег на аудит, на металлологию из-за конфликта интересов и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос внутренний национальный банк контролирует как меню корпоративное управление в сфере внутреннего аудита компании. Потому что внутренний КПВ могут быть владельцами компании как инвесторы, а не как сотрудники. То есть они инвестируют в компанию. Есть директор, есть аудит, который дает им отчеты. Вот, и занимаются всем бизнесом, исключительно инвестиций. А множество компаний вообще о слове внутреннего аудита не слышали и даже не знают. Они не как-то деньги на это. Но это, как минимум, самый банальный источник вопросов по поводу кооперативного управления. Ну, смотрите, вот я открываю сейчас прям нашу презентацию, наши подходы. Могу вам сказать, что из того, что я вижу, подразделение внутреннего аудита пока предусмотрено везде. Но это не факт, что это нельзя будет каким-то образом аутсорсить для тех компаний, которые кредитуют за счет собственных средств. То есть мы, если мы говорим о страховом бизнесе, если мы говорим о кредитных союзах, там это обязательно должно быть. Но, опять-таки, из того, что я вижу сейчас, то требования к финансовым компаниям, опять-таки, это же пока на уровне концепции, пока еще же нет документа. То, что я вижу на уровне финансовых компаний, ломбардов, там эти требования значительно слабее. Более того, там возможны варианты аутсорсинга. Кстати, когда я говорила о СРО, я ответила на ваш вопрос по поводу СРО. Просто эти организации, если они будут более сильны, они же могут брать на себя не только функцию контроля недобросовестных участников рынка, но и быть такой, как бы, определенной площадкой для предоставления аутсорса своим же коллегам. По аудиту, по управлению рисками, по скоринговым каким-то системам. То есть там, где компании небольшие и им сложно нанимать отдельного рисковика или, не знаю, кого-то еще, то вы можете такие вещи, каким-то образом объединившись, за деньги, безусловно, но такую экспертизу предоставлять. Что вы думаете, Наташа? Я думаю, мысль хорошая, однако на практике может оказаться так, что крупные компании могут не захотеть делиться своей экспертизой с более мелкими своими конкурентами. Но теоретически вполне возможно, почему нет. Смотрите, на этой позитивной ноте. Почему позитивная? Во-первых, все высказались за финансовую ценовую стабильность. Я считаю, что это главное вообще, потому что у нас вот сейчас брифинг уже начался. Решение о поставке уже оглошено. Это первое. Уже можно сказать? Нет. Оставили на уровне. Ну, это… Да. Теперь, второй момент, почему позитивно. Потому что я понимаю, что нас немного на этой сцене, но вместе с тем есть представители и страховых компаний, и не банковского финансового сектора, которые кредитуют, потребительское кредитование. И, в принципе, все позитивно оценивают вектор на то, чтобы рынок был каким-то образом правильно, транспарентно выстроен. И это тоже хорошо. Раз есть такое понимание, значит, сто процентов будет успех. Я в это верю. Что я для себя вот услышала, что мне понравилось, что все-таки, наверное, ставки по потребкредитам, которые вне банках, они такие, да, со временем будут снижаться. Все остальные изменения, которые планируются, которые пока на сегодняшний день не все детализированы в наших документах, я могу вам одно сказать. Это никогда не будет разовое какое-то изменение. Это будет процесс и написания, и согласования с рынком, и постепенной имплементации. Вот, поэтому, что ж, я считаю, что в результате вот этих всех поротворень когда-нибудь в 2025 году, когда мы здесь соберемся, мы поговорим о том, что наш сектор совершенно другой. Он совершенно с большим и уже с реализованным потенциалом, и, может быть, тогда мы поговорим о других формах конкуренции, о других каких-то, я не знаю, новых потенциальных рынках и, конечно же, о новых вызовах. А пока, если вопросов нет, спасибо всем большое за внимание, спасибо панелистам, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо всем.